Мелатонин. Хоть он и чаще применяется для сна, но в желудочно-кишечном тракте его в 400 раз больше, чем в шишковидной железе. 60 человек принимали 4,8 недель мелатонин и у них заметно уменьшилась изжога и боль в эпигасии. Ну и много других параметров в желудочно-кишечном тракте также улучшилось. Псалой Вера. Утром натощак 150 мг и за 30 минут до сна в течение 4 недель. И, конечно же, он снизил все симптомы основные. Это изжога, отрыжка, метеоризм, тошнота, рвота, дисфагия. А вот здесь описываются клинические случаи, когда как раз пациентов очень долго лечили от проблем с желудком и как раз таки антоциды давали. Но как раз таки все прошло только тогда, когда им наоборот добавили соляную кислоту. И это называется бетаин ХЦЛ. Это можете купить, только не путайте его с ТМГ. И попробуйте, потому что даже много очень отзывов, кому при изжоге именно он и помог. И особенно если вы также принимаете много магния, калия, кальция, любых антоцидов, то может быть у вас тоже начнутся проблемы с соляной кислотой. И поэтому также ее надо. Добавка с мелатонином, трептофаном, витаминами В6, В12, фолиевой кислотой, бетаином. Помогли всем 176 пациентам через 40 дней. А, например, в группе Амапрозола из 175 человек помогло 115. Амла. Или же ее называют еще индийский крыжовник. 500 мг два раза в день после еды в течение 4 недель. И у всех пациентов снизилась частота и тяжесть изжоги. И Амла она есть на Айхербе. Айва. Соус из айвы кушали беременные в течение 4 недель. И эффект был такой же, как и у препарата Ранитидина. Улучшает выработку кислоты в желудке. Бифидобактериум бифидум способствует выработке муцина. Улучшая желудочный барьер. И гастрите помогает. Лактобацилус гассерии увеличивает количество пенсиногена. А вообще, конечно, прием пребиотиков, он дает разные результаты. У кого проблемы с желудочно-кишечным трактом. Например, также сообщалось где-то, что только 79% сообщали об улучшении разных симптомов. И из 13 исследований только одно было, где как раз-таки только изжога улучшилась. Другие растения, которые помогают. Помогает рожковое дерево. Например, мирт и айва. Они также были сопоставимы с результатами от амопрозола. И дальше также здесь тоже можно прочитать. Здесь помогает и альгинат, пектин, солодка, вяз скользкий, корень алтея, дейлимонет, куркумин, ромашка. И также еще клинически проверен вот такой вот препарат. Он тоже на основе растений. И должен продаваться в аптеке.